Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер и наконец-то состоялся релиз RuneScape на Android и iOS и сегодня я хочу вам продемонстрировать эту игру. Обучение я прошел, чтобы вас, так скажем, не задерживать и мы приступим непосредственно к геймплею. Будем разбираться, кто мы, что мы, где мы оказались и так далее. Конечно же, на моем iPhone 8 Plus игруха слегка так подтормаживает и причем нехило. Я загрузил игру как на iPhone, так и на Android. И хочу сразу отметить большой плюс в игре, то что вы можете играть на одном аккаунте, как на Android, так и на iOS с помощью Facebook. Но также можно, конечно же, зайти с помощью Apple ID. Итак, вот таким мы персонажем играем. К сожалению, у нас здесь нету слева стика, который управляет движением персонажа. Здесь, как в стратегиях, так скажем, RTS, мы нажимаем на определенную точку в определенное место и персонаж у нас туда перемещается. Конечно, еще один есть минус в игре, то что здесь у нас все на английском языке. Почему-то русского языка я, увы, не нашел. И для тех, кто не в курсе, это кроссплатформенная браузерная ролевая игра. То есть вы можете как в браузере в нее играть, так и непосредственно на телефоне. Плюс, как я говорил еще в выпуске Mobile Game News, вы можете продолжить свой квест, перенеся просто свои сохранения в игру. Насколько я знаю, если вы там подключались к Facebook или еще к чему-то. Кто более подробно этот момент изучил, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли такая возможность. Но, насколько я помню, когда писал сценарий к выпуску Mobile Game News, там такая тема вроде как была. Ну ладно, давайте перейдем непосредственно к игре. Персонажа вы можете создать абсолютно любого. То есть это может быть как женщина, так мужчина, но здесь нету классов. То есть вы не можете там выбрать эльфа, орка или еще кого-то в основном. Просто мужик или женщина. И, конечно же, несколько различных костюмов, которым я вот, например, воспользовался. Итак, по настройкам графики, вот, можно тоже перейти. Я бы даже поставил Power Save. И, допустим, выйдем. Посмотрим, как это будет выглядеть. Конечно же, тут прогрузочка, но, по крайней мере, сразу игра стала плавнее. У нас исчезла всякая трава, всякое дерьмо, которое жрало, так скажем, ресурсы нашего смартфона. Итак, поговорите с Туриалем каким-то. И надо найти этого Туриаля. А где ты, Туриаль? У нас тут как будто бы туман войны. Это что такое? Что за демон такой висит в небе? Галактика, вариант? Да, игру, к сожалению, подглючивают. На андроиде она как-то получше идет. Здесь мы можем, короче, изучить, я так полагаю, основные механики. То есть мы здесь можем, помимо того, как сражаться, мы можем рыбачить, скорее всего, охотиться, добывать какие-то ресурсы и многое-многое другое. Вот он, Туриаль какой-то. Мне нужны приключения. Кто ознакомился с этой игрой давным-давно и кто, допустим, играл раньше реально в браузере, сейчас очень обрадовался тому, что игруха выходит на мобилках, и вы можете, по сути, находясь в любом месте, где более-менее ловит интернет, продолжить свое там прохождение, свое приключение. И, насколько ясно, игруха не так уж сильно и навязывает донаты. Возможно, она, как и Альбион Онлайн, имеет не совсем высокий порог вхождения, скорее низкий, потому что, блин, английский язык, какого фига? Мне кажется, в браузерной игре там все нормально. Причем я установил эту же игру на андроид, и там все то же самое. То есть у меня почему-то все на английском языке. Напишите в комментах, может быть, у вас что-то по-другому. Итак, здесь у нас есть реально диалоги, и мы можем влиять на ту или иную ситуацию. Например, в самом начале, когда я базарил с каким-то МПС, он мне сказал, типа, я тебя не пущу туда. А когда я выбрал другой вариант ответа, он мне такой, ну, добро пожаловать в нашу деревню. И я пошел спасать, короче, их деревню от нашествия троллей. Здесь реально очень много всего, и, возможно, не всем эта игруха зайдет, и нет автоквеста. То есть, смотрите, у нас есть задание, короче, я так полагаю, заняться деревом. Ну, давайте попробуем. Конечно же, в игре присутствует и крафт. Давай-ка попробуем отрубить это дерево. Так, а давай вон то еще. Смена дня и ночи у нас здесь присутствует. Также мы можем порыбачить, что, в принципе, у меня тоже написано. Так, а почему у меня ничего не прибавляется так? Нет, мне, короче, надо заняться поиском рыбы. Давайте прогуляемся куда-нибудь. Вот единственный минус, который меня лично немного раздражает, это то, что у нас игруха подглючивает, и то, что здесь у нас английский язык. Возможно, она, кстати, глючит из-за интернета. Так, вон он нам что-то показывается. Ну-ка, давай-давай. Че там, че там? Кнопочку вот такую. Ага, ну вот как раз здесь мы можем заняться порыбалочкой. То есть заглядываем вот так вот в наш инвентарь. Опа, краба. Да краб-то мне не нужен, мужик. Также есть у нас инвентарь, где мы можем использовать вот меч, щит, амбундирование различное одеть. Прокачка. Куда без нее в ролевых играх. Дальше магию мы в дальнейшем откроем. Есть у меня вот плеер-бук, какая-то книжечка. Навыки, различные атаки. Это все тоже будет со временем открываться. Слева надпись о том, что надо, короче, раков, в принципе, вот этих ловить, и будет все нормально. Видите? 4 из 12. Вон какие-то фейерверки. К сожалению, здесь не так много звуковых эффектов. Возможно, это из-за того, что как бы игруха браузерная, и даже в ней. Этих эффектов нету. Так. Что ты на дерево мне показываешь? Тиндербокс какой-то. А, костер, короче, он разжигает. Ну, слушайте, прикольно. Можно, конечно же, все увеличить. Вот. По графике игруху очень даже неплохо выглядит. Я бы не сказал, что она какая-то дерьмовая, скучная, неинтересная. Она необычная. Вы такое, наверное, редко встретите. И, блин, скорее всего, здесь уже подтянутые текстуры. У меня отвращение, в принципе, игруха не вызывает. И плюс то, что вы реально можете продолжить свою кампанию с браузера. Так, ну нажал я на рака. И чё? Два раза надо на рака нажать. Сюда перенести, что ли? Вот, кстати, еще один момент, который не особо приятный. Я не всегда попадаю, короче, по нужной кнопке. Здесь, так же, как и в Albion Online, все такое мелкое, блин. Но побольше, побольше, чем в Albion Online. И не всегда, короче, попадаешь туда, куда надо. Например, если я вот нажимаю на настройки, здесь у меня вылетают силы мои. А настройки-то нифига не срабатывают, пока я не нажму на кнопку «Домой». Просто в костер встал такой. Жопа горит. Итак, я разжег костер в другом месте, и мне нужно пожарить 12 раков. Ну, или сварить, точнее, в котелке. И сейчас мы будем как раз этим заниматься, и я выполню еще одну миссию. То есть, да, мы будем здесь, как и в Genshin Impact, например, заниматься готовкой, выживанием, и, возможно, будем спасать какую-нибудь красивую принцессу. Посмотрим. Я думаю, что здесь можно еще в гильдии в какие-нибудь собираться, и вместе с другими игроками отправляться на какого-нибудь босса в рейд. Блин, Shadow Legends. Итак, фликер, амдживы, красавчик, а теперь вам нужно собрать камень. И нам, кстати, вот подсказывают, что делать. А мы идем, давай, сходим. Куда-то он меня прям вообще... А, в шахту, что ли, прям? Серьезно? То есть, в шахту можно войти? Я недавно делал видео на Нифельхейм. Игруха вообще классная. Это выживалка в духе викингов. Итак, ну давай что-нибудь тут. Собирай, мужик. Да, здесь у нас темновато. Вот, кстати, на энергосбережении игруха себя более-менее нормально чувствует на айфоне 8+. А вот когда ставишь на баланс, уже слегка подглючивает. Прикольно. Хочу сказать, игруху очень давно вышло, и сейчас она на мобилке очень даже неплохо выглядит. По весу занимает где-то 3 с лишним гигабайта, если уже не 4 на айфоне. То есть, у меня она скачивалась где-то 2,4 гигабайта. И плюс вы когда входите в саму игру, там еще 3,5 гигабайта. Но на андроиде, хочу заметить, там всего лишь 100 мегабайт игруха весит, и потом 3,5 гигабайта она докачивает. Так, ну все, типа мы валим отсюда, да? Ну давай. Нам он показывает, что нужно выйти. Здесь, скорее всего, будут какие-нибудь кузницы. О, как раз. Че? Сюда надо, да? Че-то там бронзу сделай. Вот к этому кузнецу надо. Блин, вот не всегда, короче, попадаешь из-за того, что здесь очень много людей. К наковальне нам надо подойти и сковать что-нибудь. Че? Че надо сделать? Короче, мы должны сначала вот к этой плавильне подойти и создать несколько слитков вот этих. Ну, по-моему, достаточно одного. О, отлично. А теперь, короче, подходим к наковальне, выбираем эти слитки. Вот не всегда, короче, выбираются. И сейчас сделаем, короче, себе шлемак. По невидимому металлу, короче, бьет. И, кстати, это, блин, придется ждать. Не быстро все это добро изготавливается. Ну, как бы логично. Так, все, вы закончили, а теперь вам нужно сделать будет меч. Все, я теперь в шлемаке. Красотища. Забавно он выглядит, конечно. Ну, ладно, здесь не про графон игра, а здесь про крафт, про различные приключения, про битвы с троллями, боссами какими-нибудь, демонами и так далее. Так, давайте турелью пойдем, короче, вот туда давай. Тебе показывают. Ну, понятно, что игруха зайдет не каждому, не каждому однозначно, но найдет определенно своих игроков. И если вам подобное зашло, обязательно пишите свое мнение по этой игре. Ну, наконец-то у меня что-то, короче, сдвинулось. Дело в том, что не всегда попадаешь по кнопке ОК и промахиваешься. Вот это задница самая начинается. Так, мы сейчас, наверное, в подземелье отправимся или обратно в шахту? Судя по всему, это будет подземелье, и здесь мы будем с кем-то сражаться. Да, видите, сколько здесь мертвых воинов полегло? Точнее, воинов просто полегло, а не мертвых. Вот здесь тролли всякие. Че, с тобой надо воевать или с тобой вот надо воевать? Так. Джаз-тролли, только тролли, короче. Уничтожьте троллей. ХПшечки у меня, конечно, добавляются. Так, еще одного тролля осталось завалить мне. И все, вроде как, миссия выполнена, да? Или нет? Вот, теперь уровень у нас повысился, уровень защиты. Так, все, еще одна миссия выполнена. Ну, понятно, это всего лишь у нас туториал. И вот, кстати, в Альбион онлайне там тоже многие писали то, что «Да блин, ты еще лагерь новичков не прошел, ты мира еще игры не видел!» Так что здесь, я думаю, у нас достаточно долгое вступление. И прошу вас заметить, игруха не говорит нам, вот, задонать сюда, чтобы быстрее вот начать свое прохождение и ускорить процесс. Я думаю, что донат в любом случае в игре есть, но пока что он не навязывает себя. Короче, народ, я думаю, для первого взгляда этого вполне достаточно. Вы можете изучить самостоятельно игру. Все необходимые ссылки я оставлю под видео в описании. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока!